Всем тихой ночи. Зрители этого канала знают, что одним из главных источников вдохновения авторов по вселенной SCP служат городские легенды и современные мифы. И к этой теме мы на этом канале время от времени возвращаемся. В этом видео мы разберемся с тем, откуда взялся один из основных сюжетов фонда SCP, а также посмотрим на два объекта, попавших на содержание из безумных городских легенд. В огромном количестве объектов и рассказов про фонд есть такой сюжет, что агенты организации приходят к людям, видевшим аномальные феномены и, используя амнезиаки, заставляют забыть увиденное. Многие скажут, что это люди в черном, и это так, но не те люди в черном, о которых подумает большинство. Сейчас, когда кто-то говорит это словосочетание, чаще всего вспоминают фильм с Уиллом Смитом, но на самом деле истории о таинственных агентах секретной организации в строгих черных костюмах были популярны задолго до этих кинокартин. Впервые о таком заговорил некий Гарольд Дахал. В 1947 году он утверждал, что путешествовал на своем катере, как вдруг увидел огромную летающую тарелку, из которой на большой остров внезапно начали выпадать предметы, похожие на газеты. Гарольд захотел изучить место падения этих штук, но не стал этого делать, так как в день, когда он планировал отправиться к тому острову. К нему пришел загадочный человек в черном костюме и приказал прекратить поиски. Снова эту тему поднял конспиролог Альберт Бендер. В 1952 году он создал в Америке клуб для людей, утверждающих, что они видели паранормальные явления. По большей части летающие тарелки. Предприятие это быстро приобрело некоторую популярность, но через год Альберт внезапно закрыл свое заведение. Свой поступок он объяснил тем, что к нему пришли три человека в строгих черных костюмах. Он не понимал, о чем они говорили. Возможно, они передавали сообщения телепатически и не помнил их лиц. На их месте в его памяти осталась только чернота. Действительно похоже на действия амнезиаков. Альберт захотел рассказать об этом членам своего клуба, но обнаружил, что большинство из них даже не может вспомнить, кто он такой. Впоследствии один из участников упомянутого клуба издает книгу, где описывает события, рассказанные Альбертом. И тут образуется небольшая дыра в лоре, потому что клуб в американском захолустье не дали держать, а вот книги издать разрешили. Чтобы это объяснить, Альберт несколько изменяет свою историю. Теперь говоря, что люди в черном были сами пришельцами, которые передали ему некие важные послания человечеству и вообще были нематериальными сущностями, только похожими на людей в костюмах. Но история пошла в народ в первоначальном варианте. Книга-то вообще разошлась огромными тиражами, так что истории о людях в костюмах и снайной организации, стирающих память тем, кто видел что-то аномальное, стали довольно популярны. И вполне можно сказать, что SCP впитал такие истории в себя целиком. Кстати, один из уфологов утверждает, что люди в черном приходят из другого мира. Ему сайт SCP лучше точно не показывать. От общих идей перейдем к конкретным объектам SCP. На самом деле, от уфологов SCP взял довольно много. Вот вы, наверное, много раз сталкивались с такой стереотипной картинкой, изображающей летающую тарелку, крадущую коров, ну или другой домашний скот. Дело тут не в том, что пришельцы крадут корову и это весело. Картинка эта связана с кое-какой популярной американской конспирологией, которая также показана и в SCP объектах. Но для начала немного реальных историй. В 60-е годы в Америке было много сообщений о том, что у фермеров пропадают животные. И если бы их просто кто-то крал или утаскивали хищники, было бы хотя бы понятно. Но позже похищенных зверей находились сильно изувеченными и иногда обескровленными. Раны на их телах напоминали ровные хирургические разрезы. Явление это настолько напугало людей, что было начато официальное расследование ФБР, результатом которого стал отчет почти на 300 страниц, который пришел к тому, что большинство животных стали жертвами нападения диких хищных зверей. Однако никаких конкретных виновников этих событий найдено не было. Для убедительности был проведен эксперимент. Несколько коровьих туш были оставлены в разных частях США, в дикой природе. И на некоторых из них местные падальщики оставили следы, похожие на те, что были на изувеченных животных. Результатом этого маленького эксперимента, конечно же, никто не поверил. Ведь власти точно что-то скрывают. Фермеры сами пытались поймать злодея, но это не дало никаких результатов. А животные все продолжали пропадать. Необъяснимость этих событий и то, что происходило это в глухой местности, породило множество самых разных теорий. Местами люди верили, что скот ворует сектанта для своих мрачных ритуалов. Например, известно, что в 80-е годы в Канаде на полицию внезапно посыпались десятки сообщений о краже скота. И тогда правоохранители искали именно ужасных лесных сатанистов. Некоторые, видя беспомощность полиции, решили, что коров ворует само правительство для секретных экспериментов. В мире SCP сразу несколько объектов претендуют на раскрытие этой тайны. В одном из них неизвестный зоолог похищает животных и собирает из них целый дом. При этом это состоящее из частей животных здание оказывается живым и даже наделенным какой-то частичкой разума. Впервые этот аномальный объект находят повстанцы хаоса. Хаоситы пытались использовать необычные свойства здания для своих разработок в области развития биологического бессмертия или как минимум долголетия, ведь живые элементы дома почему-то не старели. Кроме этого, повстанцы хаоса пытались понять, как большая живая конструкция обходится без пищи. Удалось им это или нет, остается неизвестным. Эксперименты эти были прерваны фондом SCP, оперативники которого захватили живой дом у вовстанцев и поставили на содержание как SCP-1482. К моменту получения объекта фондом хаоситы успели извлечь и вывести на свои базы большую часть живых элементов дома. Но даже так, почти целый дом, состоящий из частей коров и лосей на содержании фонда, выглядит внушительно. Да, при чем тут уфологи? А при том, что в какой-то момент где-то в середине 70-х, они подхватили всю эту тему с пропадающим скотом и заявили, что коров воруют пришельцы для своих экспериментов над земной жизнью. Некий Торренс Митчелл заявил, что в местах пропажи коров он встретил круги на полях, что по его мнению служит неопровержимым доказательством причастности пришельцев к краже коров. На удивление, его версия стала крайне популярной, его начали приглашать на телевидение. Ну, теперь-то точно без фонда SCP не обойтись. И он, конечно же, решил эту загадку. Где-то в 17-м году система наблюдения фонда зафиксировала, что около сельского амбара приземлилась летающая тарелка, и оттуда вышел типичный серый пришелец. Необычно в этом было, наверное, только то, что был одет он не в обычный серебряный скафандр, а в человеческую одежду, напоминавшую костюм фермера. Фонд SCP немедленно отправил на место МОК для его захвата, и оказалось, что существо считало себя обычным местным фермером, впоследствии на допросе отрицая свою внеземную природу. Серый пришелец сказал, что похищал животных, используя летающую тарелку для своего ранча, потому что ему просто нравится заниматься маленьким животноводством. Факт наличия летающей тарелки пришелец объясняет тем, что это просто существенно доработанный трактор. Ученые фонда в такую версию не поверили, и пришельцы его тарелку и ферму с коровами поставили на содержание, как SCP-5374. На базе фонда этот объект, впрочем, долго не задержался. Гость из космоса легко преодолел охранные системы и улетел на своем космическом корабле, попутно забрав своих коров. А ведь все, что он хотел, это опознать жизнь простого фермера в американской глубинке. Почему эта версия не пришла в голову реальным конспирологам и уфологам, непонятно. И раз мы уже взялись за объекты по достаточно известным городским легендам, поговорим, наверное, о самой известной из них – Виндиго. В 1997 году фонда SCP в одном из заповедников Канады была найдена до этого неизвестная община. Они проводили странные ритуалы, включавшие себя в том числе и человеческие жертвоприношения. Агенты SCP переловили этих странных людей, допросили их, и после этого полностью стерли культистам память. А по поводу их жертв запустили ложную историю о местном маньяке, который якобы убил всех жертв культа. Но если бы это были обычные сектанты, фонд SCP бы не занимался этим. Но агенты фонда нашли у них череп, похожие на оленей, однако не принадлежавшие ни к одному из известных видов. Череп проявлял аномальную способность к перемещению. Если его поставить на стол, он сможет двигаться путем вибрации и поворачиваться. При этом заметно, что он реагирует на звуки и способен видеть так, как если бы у него были обычные для живого оленя глаза. Предмет был помещен в камеру с особыми условиями содержания. Номер SCP-323. Кроме перемещения, объект оказался способен влиять на разум человека. Находящиеся на расстоянии до 15 метров от объекта люди, испытывают деградацию рационального мышления, становятся агрессивными, у них появляются мысли о том, чтобы съесть другого человека. Большая часть жертв начинает пытаться надеть череп на свою голову, и если это удается, тело человека быстро трансформируется. После этого процесса получается существо, обозначенное как SCP-323-1. Этот-1 лишается жиры и волос, кожа становится бледной. Существо становится неожиданно сильным, а его метаболизм возрастает в разы. При этом, все, что оно делает, это пытается съесть ближайшего человека. Чтобы ненадолго утолить свой чудовищный голод. SCP-323 это не просто опасная аномальная вещь. Этот череп связан с легендами о Виндига. И то, что показано в объекте, это самая вершина айсберга. Изначально истории о Виндига ходили среди племен индейцев, великой равнины в Америке. Описывали его именно так, как и в документах SCP. Это бледные, истощенные почти до кости люди с могильным запахом. У некоторых племен они описывались как великаны, размером в несколько раз больше человека. Но в большинстве истории их силуэт неотличим от обычного человека. Чаще всего их появление связывают с наступлением очень холодной зимы или голода. И сам Виндига голоден всегда. И только съев человека, он может ненадолго успокоиться. Потому он практически всегда находится в поиске жертвы. Индейцы настолько серьезно относились к этим историям, что даже охотились на Виндига. Несколько человек были убиты, так как принято за этих существ. История эти настолько впечатлили европейских колонистов, что существо получило свое описание в иезуитской литературе 17 века. Где описывалось, правда, не как отдельный монстр, а как форма одержимости человека злыми силами, что уже ближе к объекту SCP. А что насчет оленевого черепа, который носит на голове Виндига? Ну, старинные легенды об этом ничего не говорят. Современный образ этого монстра с черепом на голове придумали современные иллюстраторы книжек про городские легенды. Вот еще несколько объектов и явлений из мира SCP, взятых напрямую из городских легенд и теорий заговора. Довольно любопытная часть мира фонда SCP на самом деле. Всем пока!